Forget what's right and what's wrong, just say what you wish to say, and don't worry about how it shall be received. Так говорит Колин Бриджертон, Пенелапи Фезерингтон в третьем сезоне Бриджертона, когда он учит ее искусству флирта. Переводится это как «забудь про то, что правильно и неправильно, просто скажи, что ты хочешь сказать, и не беспокойся о том, как это будет воспринято», на что Пенелапи ему отвечает какой-то невероятной строчкой. Она говорит ему «Твои глаза самого невероятного оттенка голубого, но каким-то удивительным образом, когда ты добр, они становятся еще красивее». И это так интересно. Да, и в этот момент Колин просто задыхается от того, какой-то изысканный комплимент. И мне кажется, вот в этом вообще, в этом диалоге раскрыта какая-то фишка, в принципе, про писательство и про продарение подарков, даже я могла бы сказать, что самые изысканные комплименты или вещи, которые запоминаются, это не какая-то попытка польстить или сделать комплимент или как бы намеренно сказать что-то приятное человеку. Это часто просто наблюдение. То есть Пенелапи сказала Колину, ну, видимо, то, о чем она и так уже думала, то есть она наблюдала за этим особенным цветом глаз, и она наблюдала, какой Колин, как он выглядит, когда он добр, то есть она заметила, что он добр, и в этой фразе не было какой-то попытки лезть, да, это было просто описание ее, даже не чувствую, просто это было ее наблюдение, и поэтому это так круто работает. И я помню, на писательских курсах нас тоже всегда учили не описывать эмоцию, да, что он испугался или там она была влюблена в Колина, а показывать это, то есть если человек волнуется, не нужно писать, что он волнуется, можно написать, что там у него стекал пот со лба, или что он вот так вот стучал по столу каждые две минутки, когда сидел в баре и ждал свою спутницу. Он вот так у Сали Руни в последнем романе описанно. Так вот, и интересным образом я вообще для себя нашла из этого писательского опыта то, что когда ты делаешь тост на празднике, самый лучший тост, как правило, у меня, ну, я про себя говорю, у всех, я думаю, разные характеры наблюдения, но для меня работает лучше всего это просто сказать какое-то... описать даже какой-то будничный момент, от которого у тебя было чувство, возникло. Например, когда ты чувствовал себя радостным с человеком, или что человек сделал то-то, и ты почувствовал какое-то определенное чувство, не знаю. какие-то вот описания, короче, будничных ситуаций, они дают гораздо больше, чем вот эти какие-то придуманные, выдуманные слова. И они показывают, на самом деле, насколько тебе там важен человек и ситуация, потому что я думаю, что вот это вот внимание, оно часто параллельно с любовью. Это, кстати, тоже хорошая цитата из «Леди Бёрд», когда, например, героиня Сирши Ронан, «Леди Бёрд», показывает свой рассказ про Сакраменто. Сакраменто — это её родной город. И её преподавательница, по-моему, читает, и она говорит, а ты действительно любишь Сакраменто, да? И Сирши Ронан ей отвечает «Леди Бёрд», что, ну, я не уверена. Она говорит «I guess I just pay attention». И учительница ей говорит «Have you ever felt that attention comes across as love?» Говорит, что… «Леди Бёрд» говорит, что «Не знаю насчёт люблю, я просто обращаю внимание на свой родной город». И учительница говорит «А ты не думала, что внимание — это и есть любовь?» И вот таким образом я могу суммировать немножко писательское отношение. Ну, не знаю, наверное, даже художественное в целом. Я думаю, про режиссёров это тоже справедливо, и про остальных художников. Но мне вот здесь ближе про писателей, просто это ещё персонажи писательниц, потому что Пенелопа Федерингтон, она писательница, Леди Бёрдт писательница. Мне как-то ближе эта перспектива. Про то, что действительно самый какой-то сильный такой эффект имеет вот это высказывание простого наблюдения. И здесь, конечно, неудивительно, что наблюдение Пенелопи так очаровало, ну, так поразило Колина, потому что Пенелопи по сюжету, спойлеры-спойлеры, она леди Висселдаун, то есть, естественно, раз она такая известная писательница, популярная, востребованная, я хотела сказать, то, естественно, её наблюдения в той или иной мере там точны, правдивы. И неудивительно, что Колин так отреагировал на её высказывания. Потому что на самом деле Пенелопи — это опытная в этом плане девушка, просто у неё была сложность с тем, чтобы преодолеть какую-то свою тревогу, волнение, видимо, и быть собой при мужчинах. Потому что вся эта сценка про что? Потому что Колин учит Пенелопи флиртовать. Ещё я думала про этот эпизод не только в отношении флирта и отношений с противоположным полом и с писательством, но также, мне кажется, это как-то справедливо. Про подарки тоже самое. У меня был вообще очень долгий период, когда я не могла как будто дарить подарки, потому что я настолько сильно переживала про то, как подарок воспримут. И как будто вот этот страх, как и у Пенелопи, он затмевал само желание что-то подарить. То есть желание есть, но вот эта нервозность и страх того, как это воспримут, что это воспримут как-то не так, плохо, что угодно можно подставить. Он заглушал изначальное чувство желания что-либо кому-либо подарить. И так что я даже нахожу справедливым это высказывание Колина про «не волнуйся, как это воспримут», просто, по сути, просто делай то, что тебе аутентично, то, что ты чувствуешь. То, что, да, и иди по жизни вперед, мне кажется, это вообще такой подход ко многим сферам применимый. Вот.